Это Плимут Праулер 1999 года. Это самая странная серийная машина, которая вышла в 90-е годы. И сегодня я покажу вам, почему именно. Я начну с небольшого обсуждения 90-х. Машины в 90-е были пресными. В BMW M3 было всего 240 л.с. У Toyota Camry в максимальной комплектации было всего 190 л.с. Машины выглядели вот так и так, так и так. А потом Chrysler, чьи пресные машины были самыми пресными из всех, сказали «О, кстати говоря, мы собираемся создать это, и оно будет сиреневое». Конкретно этот Праулер попал ко мне от Рейка Евроспек. Это автосалон здесь, в Пенсильвании, с прекрасным ассортиментом странных и захватывающих машин. И она является одной из самых странных и самых захватывающих, так как эта машина с одним владельцем и всего 15 тысячами километров пробега. Поэтому сначала я покажу вам ее и объясню, почему она была такой странной, а затем я на ней прокачусь. Интересуют цены на Плимут Праулер в России? Заходи на Автору, там на данный момент есть два таких в продаже, оба с приемлемым пробегом и в хорошем состоянии. Ссылка есть в описании. Сперва беглый обзор. Праулер — это заднеприводная двухместная машина, которая продавалась с 1997 по 2002 годы. Каждый Праулер оснащался четырехскоростной автоматической трансмиссией, совмещенной с трех с половиной литровым V6. У ранних моделей было 214 лошадиных сил, но в 99-м году их количество увеличили до 253 лошадей. Поэтому она может разгоняться с нуля до сотни приблизительно за 6 секунд. Тогда, в 99-м году, начальная цена составляла 40 тысяч долларов, и Праулеры хорошо сохраняли свою ценность. Этот продается за 31 900 долларов. Но давайте вернемся к этому трех с половиной литровому V6, потому что самая необычная фишка в Праулере — это сколько в нем общего с другими продуктами Chrysler. Понимаете, это было бы слишком дорого для ограниченных в средствах Chrysler разрабатывать в этой машине все с нуля, и поэтому V6 Праулера достался ему от Chrysler 300M. Как и четырехскоростная автоматическая трансмиссия. Хотя сам рычаг переключения из Dodge & Trapid, рулевое колесо Праулера от Jeep Grand Cherokee, центральный вент отверстия Праулера — вы обнаружите их в минивэнах Chrysler, магнитола Праулера — прямиком сразу из нескольких Chrysler 90-х, включая Dodge Durango. Внутренние дверные ручки Праулера достались от Dodge Viper. Брелок Праулера достался от нескольких Chrysler 90-х, как, например, пикап Dodge Ram. И кнопка стеклоподъемников, джойстик, зеркал и ручка поворотников — все они есть практически в любом Chrysler 90-х. Получается, большая часть Праулера вынута из загашников в Chrysler, но это не обязательно плохо, потому что им пришлось так сделать. И если они хотели, чтобы он выглядел вот так, то им пришлось где-то срезать затраты. И теперь некоторые другие фишки плимут Праулер. Мы начнем с одной из самых странных фишек этой машины — это вся ситуация с багажником. Чтобы открыть багажник, вы не нажимаете кнопку на брелоке и не тянете за рычаг внутри машины. Вместо этого вы нажимаете небольшую желтую неподписанную кнопку за водительским сидением. И когда вы нажали эту желтую кнопку, чтобы открыть багажник, петли на нем расположены не как у нормального багажника. Вместо этого петли рядом с бампером, поэтому, чтобы открыть багажник, вы делаете вот так. И это единственный способ попасть в багажник в плимут Праулер. И когда вы подобрались к багажнику, вы обнаружите, что там не так уж и много места, хотя могло бы быть и хуже. Складная крыша, например, вообще не занимает никакого места. Спереди вы обнаружите самую безумную вещь в Праулере. Вот эти передние крылья покрышки и колеса. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, передние крылья, которые отделены от самого автомобиля, оказывается, поворачиваются вместе с ним. Поэтому, когда вы поворачиваете машину, вы также поворачиваете и часть кузова. Еще страннее, когда вы сидите на водительском месте, вы видите, как поворачивается кусок кузова с этой стороны машины, когда вы проходите поворот. Тем не менее, с пассажирской стороны этого уже не видно, Поэтому, когда вы едете по дороге, вы точно знаете, где находится этот угол машины. И вы должны просто надеяться, что другой угол машины там, где вы думаете. Другая странная вещь в отделенности колес Праулера, то, что это оставляет много важных вещей открытыми, если вам кто-то хочет опакостить. Другая странная вещь, это компоновка под капотом. Из-за странной клинообразной формы перед этой машиной, Плимут пришлось размещать элементы там, где они просто помещались. И поэтому подпорка капота находится на самом капоте. Замок капота находится посередине капота, и у него есть тяга, которая идет к переду. А больше всего мне нравится аккумулятор, который находится спереди всего, в самом переднем кончике Праулера. Также нельзя рассказать о Праулере, не упомянув передние бамперы, которые как бы торчат из переда машины. Это одна из самых отличительных характеристик дизайна Праулера. Моя любимая вещь в этих передних бамперах, вы можете в них просунуть руку. И я правда не знаю зачем, но мне это нравится. Также на переднем бампере установлен поворотник. И на случай, если для вас этой индикации недостаточно, то есть еще и комплект поворотников на передних крыльях. А вот сзади поворотники и стоп-сигналы находятся здесь, на задних крыльях. Но в этих огромных торчащих задних бамперах находятся огни заднего хода. Одна из других вещей, которые мне нравятся в этой машине, это расположение лючка бензобака. В этой тачке так много безумных диких элементов кузова, что Плимут смогли разместить лючок бензобака только в одном месте. И вот где он находится. Другой причудливый штрих, этот странный логотип с крадущейся кошкой, который находится на рулевом колесе на сиденьях под капотом и больше нигде в этой машине. Сзади находится более очевидное обозначение. Хоть на багажнике нет ничего, что бы указывало любопытному наблюдателю, чем является эта машина, но на торчащих бамперах написано Плимут Праулер модным шрифтом. Одна из вещей, которые мне очень нравятся в этой машине, это приборы. Они расположены в центре, но мне нравится, что окружающая их область того же цвета, что и кузов. Порше бы за такое попросили тысячи две. Кое-что о Праулере, о чем вы уже, возможно, догадались. Но я все равно вам это скажу. В этой машине нет абсолютно никакого пространства для головы с поднятой крышей. Я ростом 195 сантиметров, и вот, смотрите на это. Ха-ха-ха-ха-ха. Пора выкатить его на улицу, и это то, что я всегда хотел сделать. Понимаете, у автолюбителей довольно смешанное мнение о Праулере, потому что это была всего лишь машина на автомате, и у нее был всего лишь 250 лошадиных сил. Но для меня эта машина была чем-то вроде запретного плода. Я всегда считал, что она очень крутая, очень безумно выглядит. Я всегда хотел на такой покататься, и сейчас я буду это делать. И, кстати, в России такие тоже есть в продаже. На Автору на данный момент есть два объявления, ссылку на них я оставил в описании. Ладно, Праулер с опущенной крышей. Сегодня на улице минус пять. Просто идеальная погода для езды без крыши на самом деле нет. Но нельзя ездить на Праулере без опущенной крыши. Я не вижу то крыло, поэтому проблема в том, что оно в конце машины. Поэтому я вижу, где заканчивается капот, но я не понимаю, где находится бок машины. Зеркала такие маленькие, они... Такие маленькие! Ты замечаешь машину в отражении, и это как вроде... Я не могу поверить, что я еду на этой штуке. Ну, то есть я водил много странных машин, но она просто так причудливо выглядит, она не похожа ни на что на дороге. Ладно, качество езды жуткое. Ее безумно швыряет. Я еду 80, сейчас притоплю. Кажется, что у нее и есть мощность двигателя, но вот четыре скорости. Ей бы не помешало больше передач. Из-за жесткости тяжело, лобовое стекло трясется, и она подпрыгивает, когда вы переезжаете кочки. Даже несмотря, что на ней всего 15 тысяч километров, в конечном счете это автомобиль 97-го года. Поэтому жесткость не будет такой, как у современной МИАТа или чего-то такого. Но это езда, она просто прыгает и прыгает и прыгает. Но это часть очарования. Вам приходится мириться с такими вещами, чтобы водить странные машины. Знаете, ламборгини громкие, и в них тяжело садиться, а в этой тачке плохое качество езды. Но если вы хотите крутую странную машину, то вам придется с этим мириться. Если вы хотите Камри, вы покупайте Камри. У меня на самом деле тут примерно столько же места, как в моем Вайпере, что, кстати говоря, не так уж и много, но вполне терпимо. Я ростом 195 и с поднятой крышей я бы ехал вот так, но с опущенной крышей, серьезно, не так уж и плохо. Внутри она окажется меньше, чем на самом деле. Управляемость оказывается вполне понятная. Она не размытая, что довольно удивительно в наше время. В конечном счете мы в 20-летнем Крайслере с двигателем А300М. Крена нет. Я полагаю, это оборотная сторона такого плохого качества езды. Она не делает эту машину неуклюжей. Она такая, как вам хочется, но бесспорно, слабым звеном является автоматическая трансмиссия. Она не только всего лишь 4-х скоростная, она просто не такая быстрая, как... Я имею в виду, мы уже ушли дальше, теперь у всех есть двойное сцепление и все прочее. И поэтому, когда едешь на такой, то хочется, чтобы была механика. Механика не выходит из моды, а вот 4-х скоростной автомат спустя 20 лет, он довольно слабенький. Я правда думаю, что если бы здесь был, например, 6-ти скоростной автомат, то мы бы, вероятно, сбросили полсекунды при разгоне с нуля до сотни. Боже, так прикольно видеть, как прыгает это колесо, когда мы переезжаем кочки. Я буквально вижу, как передо мной прыгает переднее колесо, когда мы едем по кочкам. Прыгает, как баскетбольный мяч. Это так прикольно. На самом деле, в нормальной машине колесо делает то же самое, вы просто этого не видите. Но так странно это видеть, и я вижу, как крыло тоже прыгает. Даже если я наклонюсь вперед, то я не вижу то колесо, так что надо просто надеяться на лучшее. Я уверен, владельцы Праулера в конечном счете понимают, где у них бок машины. Блин, козырек буквально полностью загораживает все лобовое стекло. Я бы убил за то, чтобы спидометр был прямо передо мной, но вместо этого я смотрю на тахометр. Но я еду на четырехскоростном автомате, мне без разницы, что там на тахометре. И забавно, что спидометр из-за угла обзора, это половина спидометра мне видна. Но я могу видеть ту часть, где написано 150 гораздо лучше, чем ту, на которой написано 40, что мне не особо нужно. Это прикольно, какое открытое накажется. Смотришь в сторону, чтобы повернуть и прочее. Это удивительно, вокруг вас просто ничего нет, это просто открытая машина. И сзади, в отличие от многих современных кабриолетов, зад скашивается довольно резко. Во многих современных кабриолетах зад выше, а в этой тачке просто до свидания. И ты смотришь назад, а там ничего нет. Очень интересное ощущение, и это довольно круто. Часто, когда я вожу такие машины, я на самом деле не удивляюсь. Ты водишь ламборгини, и ты понимаешь, какая она будет. В этой машине я удивлен, какая у нее хорошая управляемость, и какая у нее плохая езда. Езда такая суровая, но управляемость, я думал, она будет дергаться на дороге. Я думал, эта машина была просто как бы безобидной игрой с дизайном. Но на самом деле это не так, она оказывается прикольная. Прямо как будто они пытались создать настоящую спортивную машину. И вот кое-что насчет Праулера. Он безумно выглядит, и мне это нравится. У него вполне хорошая управляемость, и мне это тоже очень нравится. И если многие люди говорят, что этой машине не хватает мощности, то на самом деле это неправда. Нет, у нее нет V8, но у Праулера есть 250 лошадиных сил, и он весит всего 1270 килограмм. Это лучшее соотношение мощности к весу, чем у BMW 340i, и этого должно быть достаточно. К сожалению, характеристики удручающе притуплены 4-х скоростной автоматической трансмиссией Праулера. Но я правда думаю, что механическая коробка или даже более новый автомат полностью изменили бы характер этой машины. В любом случае, это был Плимут Праулер. И для тех из вас, кто пережил скучные автомобильные 90-е и всегда гадал про эту тачку, ну, теперь вы знаете о ней немного больше. Чтобы снизить стоимость... Вы сейчас, вероятно, не видите мой лоб. Перевод и озвучка от студии Экзосфера. 50 лошадиных сил, но я всегда думал, что это одна из... Я не помню, что я там думал. Находишься в поиске сумасшедшего опыта вождения? Зацени вот это. Команда Дорожкин организует особые путешествия, поездки по лучшим дорогам Европы на спортивных автомобилях. Это идеальный отдых для ценителей эксклюзивных автомобилей, уникальных дорог и неповторимых пейзажей природы. Это развлечение далеко не для всех, но если вы захотите познать настоящее удовольствие от вождения, то вам с ребятами по пути. Дорожкин.орг Ссылка есть в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok